Всем большой привет! У нас на улице 4 градуса. Утром ощущалось как минус 3, а сейчас ощущается как плюс 3. Ну вот такая вот погода. Ну по факту на градуснике плюс 4 градуса. Вот так Саша поехал за Гошей, пока он неделю отдыхает. Вот, сам будет ездить, потому что ну как-то на машине раз и все, чем мне самой мотаться по автобусам. Вот, моя та неделя будет. Я буду его водить и встречать. Вывозить буду, потому что заболел Ванька. В общем, у меня Ваня, наверное, не болел. Температура, я не знаю, года 2, а мужа больше. Вообще не было температуры. Он 9 класс, 10 класс хорошо проходил. А нет, в 10 классе у него раз поднимался, он болел. Ну, в общем, давно не было температуры у нас. Ну, а вчера со школы пришел, у него 38,5. Как шибанула эта температура. Это вообще... Мы ее, в общем, полдня сбивали. И в итоге он все равно спатлюк с 37,6. Все. Вот так. Так что вот так сегодня пойдет в больницу. А Маша сегодня на выписку. Уже, наверное. Так, сварила сейчас быстренько кашу. На кашу вот с лентой, которая... Сейчас покажу, нравится. Я вам уже неоднократно не показывала. Сейчас. Вот это вот овсяные хлопья. Хорошая кашка. Вот. Достала мясо. Буду что-нибудь готовить. Ну, и вчера стряпала блины. В общем-то, перебила творог прям блендером с сахаром. Соли немножко добавила. И... Как ее самую? Сметану. В общем-то, блендером все в однородную массу перебила. Блин так просто намазывала. И вот так закручивала жгутиком. И напополам разрезала. И вот такие вот у меня блинчики получились. Вот все, что осталось. Ну, и здесь вот тоже тут несколько блинов осталось. Так, это кто-то ел. Это Гоша, наверное, ел, не доел. Тут буквально пару блинов, наверное, и все. Кошка спит. Дома прохладно. Вообще, конечно, ужас. Ну, уже на днях даже на отопление дать. Ну, все. И кофе у меня. Все. Всем, кто кушает, тоже приятного аппетита. Так, ну что, я уже тоже позавтракала. И пока я и завтракала тут, и смотрю, Гоша идет уже с Сашей. Вон они. Ученик. Один изо всех пока держится. Вроде бы, ну, я же вам говорила, небольшой насморк был у него. Ну, пока вроде бы ничего. Потом посмотрим. Всякое бывает, потому что, когда дома температура высокая у кого-то, это прям-таки опасное дело. О, большая вероятность заболеть. Вот так. Ну, у меня тоже, знаете, небольшой такой насморк. Вроде бы как. Ой, кошмар. Вот так. Вот так. Музыка. 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 Ну, что, мы тут готовы с Машей. Маше мне помогать, потому что нам надо будет сходить в больницу сегодня с ней. Ну, уже на выписку. Она морковку и лучок тут мне готовит, а я помидорки. Так, еще у меня одна осталась. Здесь от шкурки очищаю, я уже говорила вам. Так, ну и здесь у меня все шкварчит. Так. Здесь мясо, это у меня куриная, ну, грудка. Вот, обжариваю. И здесь у меня уже отварила лапшу. В общем-то, макфа у меня была. Дерочки брала. Кстати, вот макфа неплохая, она и не слипается. И вот, так что вот как-то так перемыла гору посуду. Тут, знаете, и сковородки, и кастрюли были. Вот так. Так что мы тут, в общем-то, занимаемся делами. Ваня сходил в больницу. Я еще не красилась, ничего, знаете, так. Ну, здесь контейнер все поперемыла. Сходил в больницу. В общем-то, до понедельника оставили на больничном. А сегодня у нас вторник. В общем-то, одну с больничного, другого на больничный. У нас так получается. Все, ладно, мы будем дальше готовить. Так, ну что, мы уже покушали. В общем-то, получилось вкусно. Вот, добавляла кабачок еще. Ну, в общем-то, вкусняшка получилась. Здесь компоты уже наварила. Ну, и вообще, я вам показывала. Все, посуду помыли, все сделали. И сейчас будем отправляться уже скоро в больницу. Мы уже пришли с больницы. Машу выписали и решила постряпать я булочки. Завожу тесто на булочке. У меня здесь 150 грамм молока теплого, 150 грамм воды, яйцо, белок, растительное масло, 4 ложки сахара, так, соли добавила. Ну, все. И сейчас буду добавлять муку. И потом уже в конце, когда тесто будет готовое, еще добавлю столовую ложку сливочного масла. Все, перемешаю. И все, тесто получилось очень вкусное. Прям советую. Ну, а здесь Саша съездил на огород, дособирал наш урожай, так называемый. Привез редьку, которую я садила. Так, знаете, посадила и вырастет, вырастет. Потому что мама у меня сажала, говорит, у меня никогда не растет она. Ну, я говорю, давай попробую. Ну, у меня, в принципе, все получилось. Ну, и решила редьку с медом сделать, попоить Ваню. И, кстати, у меня на следующий день приболел Гоша. Мы пошли на больничный, потому что заболела у него голова. Мы сходили в школу и, в общем-то, пришел недомогать. И, в общем-то, мы на больничном. Ну, и моркови у меня получилось с 5 больших грядок, а 2 ведра. Вот и все. Представляете, все лето, можно так сказать, я ее два раза сажала. Раз она замерзла, потому что она заморозок был. Второй раз садила, мы ее пололи, мы ухаживали. Но урожая, так сказать, очень так маловато, так скажем. Вот. Ну, ладно. Что выросло, то выросло. Здесь раскатываю прям все тесто. Я давайте вернемся к нашим булочкам. Ну, в такую среднюю толщину, не совсем толсто, чтобы было. Потом берете любое варенье или джем. И вот просто на все тесто мы наносим наше варенье. У меня в данном случае это варенье из ранетки. Хоть оно и немножечко потом будет вытекать, но на слабом огне у меня ничего не пригорело. Все получилось просто замечательно. Вот именно вот так вот мы складываем одну сторону, потом на другую закидываем. Ну, здесь можно маленько так вот расправить. и тоненькими пластиками мы режем. Ну, и кусочек теста мы так перекручиваем и получается вот так вот. Потом я сверху посыплю сахарной пудрой. И все, кстати, оценили, сказали, что очень-очень вкусненько. Ну, прежде чем сахарной пудрой я посыпаю, это уже готовые булочки. Я потом сахарной пудрой буду присыпать. А перед тем, как выпечку делать, я еще буду сверху помажу желтком. Можно с молочком желток разбавить, но мне хватило одного желтка. Так что, в общем-то, вот как-то так. Ну, и показываю готовый результат. Смотрите, какие они получились ароматные. Конечно, вам это не передать, но я вас уверяю, это очень вкусно и мягенькие, прям, знаете. Ну, я, в общем-то, довольна своей проделанной работой. И, кстати, знаете, очень, так знаете, хорошо, когда именно получается. Ну, конечно же, не всегда получается, когда-то есть и, ну, какие-то моменты, когда булочки не получаются. Ну, в любом моменте, да, неправильной формулировки заведения теста, ну, может такое быть, да, немножко муки там, допустим, переборщил или что-то. Ну, в принципе, в этот раз у меня получилось просто. Очень, очень вкусненько. Так что, смотрите, какая красота. Так что, всем желаю самого доброго, крепкого здоровья и всем пока-пока.